Кухня Кухня Для душевных разговоров Кухня Там встречаются друзья В кухне собирается семья Здравствуйте дорогие друзья Здравствуйте Сегодня мы с вами вновь На нашей замечательной Самой вкусной передаче Кухонные посиделки И в этом выпуске мы как всегда Поговорим о чем-нибудь интересном Замечательном, но изготовим традиционно Два блюда Ну а эти блюда сегодня будут посвящены Нашей главной теме А тема программы это Башкирский государственный академический театр драмы Имени Мажита Гафури А потому наши блюда будут называться Суп мы назвали Академический А наш замечательный салат Красный Паша Ну я думаю начнем мы с салата Красный Паша Так мы его назвали Берем отварную картошку И что с ней делаем? Натираем на терке Так На крупной или на мелкой? На крупной терке Активно натираем Ну как мы уже сказали Сегодня мы говорим о главном театре Нашей республики Башкортостан Который носит гордое звание академического Академический Если вспомнить историю Возник он в 1919 году 4 декабря День рождения у башкирского академического И назывался он тогда как? Первый башкирский театр Да И был основан он в городе Стерли-Томах Что считай были наши соседи А уже после в 1922 году он переезжает в столицу в город Уфу Ну а в 1935 году ему присваивается звание Академического театра Да Ну а в 1970 году ему удостаиваться такого почетного звания как ордена Трудового красного знамени Сейчас мы укладываем нашу картошку первым слоем У меня есть несколько книг Которые хранятся в моей замечательной такой библиотеке театральной Первая книга это вот такая вот книга посвященная академическому театру Которая была написана в далеком 1969 году И приурочена к 50-летию этого замечательного славного театра Ну а вторую книгу уже я думаю многие читатели именно театрального искусства Которые любят фанатов Видели это посвященное уже столетию нашего академического театра Сверху майонезом Следующим слоем идет сельдь Главный ингредиент сельдь А я порежу мелко лук А ты порежь мелко лук Возвращаясь к академическому театру К нашей основной сегодняшней теме Хочется также еще вспомнить что театр плавно постепенно Не просто так получал и звание И все потому что театр потихоньку рос Появлялся у него действительно профессиональный уровень Появились первые профессиональные артисты Такая в том числе как и Бедар Юсупова Которая является первой профессиональной башкирской актрисой Во время войны она с военными фронтовыми бригадами Ездила по дивизиям И потом плавненько в 55 году Уже после войны В Москве состоялась башкирская Такая национальная вообще декада И в том числе Башкорстан Представляли вот на этой декаде Конечно академический театр И играли несколько спектаклей В том числе такие нашумевшие были Дядя Ваня, Ателло В котором Ателло главную роль исполнял Легендарный Арслан Мубаряков И вот этот спектакль Харлу Газ был такой национальный Национальная вещь И действительно, тогда театр о себе громко заявил Конечно же, среди легендарных режиссеров Таких, которые были активными Такими основоположниками становления академического театра Одно из таких имен Это конечно же Шаура Муссовна Муртазина Да Ну и конечно же, одной из самых таких Ее ярких постановок Это была постановка Мустая Карима Ночь лунного затмения За которую Шаура Муссовна Сам Мустай Карим И главная героиня Зайтюна Бигбулатова Получили государственные премии Имени Станиславского Наш лучок нарезан мелко Так, сельдь тоже нарезана И что мы делаем? Сейчас я укладываю сельдь Ну и сверху укладываем лучок Снова делаем майонезную такую сеточку Поверху И третьим слоем у нас идет Морковка Отварная морковь Ее тоже на терочке Да, ее тоже нужно на терочке Режиссер в том числе это Олег Валевич Валеев Знаменитый Да Большой вклад в развитие этого театра И поставил такие нашумевшие постановки Среди которых, конечно Вот и сегодняшнее Наш сегодня название Салата Конечно, это Благодаря постановке Олег Валеевича Красный Паша Казал Паша О деятельности Выдающегося дипломата Башкирского Который находился у нас в Сирии Да Карима Хакимова Главную роль исполнил Замечательный Выдающийся актер Ахтям Ахатович Абушахманов Одну из главных ролей Еще сыграл Выдающийся актер Оперный певец Народный артист Республики Башкорстан И Советского Союза Это Хусаин Кудашев Он сыграл Вот этого вот Правителя этой страны Короля Да, короля И самое интересное было Что когда они играли Вот его Это спектакль там в Сирии К сожалению Они его отыграли Он пришел в гостиничный номер И его сердце остановилось За короткое время Вы завоевали нашу огромную любовь Сейчас Каждый из страны Советов Нам кажется таким Каким мы увидели вас Теперь вас величают Карим Паша Нет, отец Он не просто Паша А Красный Паша Да-да Красный Паша Значит Натерли мы морковь И Выкладываем Следующим Так Слоем И Так же Сверху Майонезная Сеточка Мы натираем На терке Яйца Отварные Мы натираем На терке Яйца Отварные Такими Ну Слоями Да-да-да Ой, как красиво получается Ну и По традиции По традиции Да Снова Промазываем Значит Майонезом И Пятым слоем У нас пойдет Икра Вот такая Да Лососевая Пятым слоем Мы промазываем Вот этой вот Икрой Она Добавляет Тоже свою Пикантность Мы сегодня с вами Присутствуем В студии Не только мы Но еще вот такой Замечательный Манекен Манекен Этот, уважаемые зрители Мы поставили Неспроста Потому что Это платье И практически Можно уже сказать Что оно Такой музейный экспонат Мне его Любезно В свое время Передали Башкирский Академический театр Сами они С своих архивов В частности Директор Иршат Жабалатович Файзулин И вот это платье Оно уже Историческое Потому что Это Из спектакля Башмачки Национальная Классика Хабибулла Ибрагимова И когда-то Его одевала Ныне здравствующая Ветеран Театрального Искусства Одна из старейших Актрис Которая на будущий год Исполнится 90 лет Заслуженная Артистка Российской Федерации Народная артистка Республики Башкортостан Татарстан Ныне действующая Актриса Уфимского государства Татарского театра Нур Легенда Живая легенда Сауяпай Сираева Вот это платье Я его берегу Ну как талисман И мне приятно Потому что мы с Сауяпой Дружим Общаемся Она В прекрасной форме Играет большие Колоссальные роли Активно В репертуаре Передаем ей Пламенный привет Желаем крепкого здоровья А это платье Вот как такой Уже действительно Живой Исторический экспонат Татарстан Музыка Активно Так Теперь давай натираем Тоже так же Сколько нам понадобится свеклы Ну а она мелкая у нас Здесь ее три штуки Все три штуки пойми мы натираем на тёрке. Совершающий слой это свекла идет. Тоже аккуратно мы укладываем. Красивая такая, сочная свекла, лентарная такая, блестящая. Настоящий Козел Паша. Я бы хотел, знаете, еще что вспомнить, конечно, что для Академического театра это гордость, что у них есть целый курс выпускников ГИТИСа. Это были легендарные выпускники, среди которых, конечно же, Игуллима Барякова, Зинерат Набаева, Мулаян Айсуергулов, Амит Ярулин, Ильшат Юмагулов, Роза Каримова. Первый выпуск, да, они закончили Государственный институт театрального искусства в 1959 году и всем курсом они приехали и начали свою деятельность, творчество в нашем академическом театре. Так, ну что ж, наш салат Красный Паша готов. Салат Красный Паша. Для приготовления салата нам потребуются отваренные картофель, морковь, свекла и яйца, селедка малосольная, лук репчатый, икра лососевая, майонез. Все овощи очищаем от кожуры и натираем на крупной терке. Первым слоем выкладываем натертый картофель, поливаем его майонезом. Далее нарезанные мелким кубиком селедку и репчатый лук. Выкладываем их слоями соответственно и вновь поливаем майонезом. Дальше идет слой натертой моркови, который также смазываем майонезом. Затем покрываем очередной слой из натертых трех отваренных яиц и заливаем майонезом. Далее щедро смазываем лососевой икрой и последний слой из вареной свеклы с небольшой заливкой майонеза. Даем салату пропитаться и приятного аппетита! Мы переходим ко второму блюду. Сырный суп академический. Так, для этого нам нужна сковорода. Мы делаем поджарку. Ставим? Да, ставим на нашу плиту сковородку. Так, я попрошу тебя натереть морковь, а я порежу лук. Если мы говорим об этом в театре, нельзя не упомянуть замечательного, знаменитого, выдающегося режиссера, театрального деятеля Ревката Вакилча Исрафилова. Ныне он, конечно, работает уже у нас в Оренбурге, драматическом театре, да, в Оренбургском. Но когда-то, в далекие 80-е, 70-е и даже 90-е Ревкат Вакилыч был одним из, действительно, флагманов в творчестве, в театральном творчестве этого театра. И именно благодаря ему многие актеры раскрылись и стали тоже легендарными личностями, в том числе и знаменитый дуэт, который, мне кажется, знает в каждом районе, деревне и селе Республики Башкортостан, и Татарстан, и Челябинской области, и в различных районах. Это, конечно же, Нурия Ирсаева и Питан Кафаров. Вместе они сыграли Галия Бану, Неотправленные письма, Галия, Башмачки и многие-многие другие. Играет музыка. И я помню знаменитый его спектакль Ревкат Вакилыча «Бибинур Ахбибинур», который получил государственную премию, четыре человека. Главный режиссер-постановщик Ревкат Вакилович, автор пьесы, драматург Флорид Буляков. Исполнитель главной роли Олег Закирович Ханов и художник Тан Венекеев. Наливаем масло. Так, и отправляем лучок. О, уже урчит, шипит. Ну, и следом уже нашу морковь. У нас есть вяленые томаты. Томаты в основном нужны для красочности нашего супа. Поэтому просто, как говорится, мы их мелко нарезаем. Вяленые томаты. Томаты. И Вазих Кашап Сайфулин, который тоже внес большой вклад в развитие этого театра. Мы о нем уже говорили, когда вспоминали о Салаватском театре, да, ученик Товстоногова. Но и для Академического театра вместе со своей супругой Раиса Сайфулиной вместе они, конечно, выпустили большое количество спектаклей, которые тоже вошли в коллекцию. Золотой фонд Республики театрального творчества России, я бы даже сказал. В том числе и, конечно, замечательный спектакль Ангама Атнабаева «Дети мои». Добавляем сладкой паприки, буквально чайную ложку и наши вяленые томаты. Вяленые томаты, да. У вас есть любимые спектакли Академического театра? Мне очень понравился спектакль «В ночь лунного затмения», где главную героиню Кобякуя играла Гуля Руслана. А мне очень нравится спектакль «Озорная молодость» Ильи Ашлек. Там очень нравится бабушка, которую сыграла такая старинная актриса, народная артистка БСР Аклемя Садыкова. Вы помните вот эту сцену, где Фидан Сафич ее вот на этой тележке везет, она в этой каске, такая юморная, задорная бабушка. Садим к кастрюлю. Заливаем туда куриный бульон, где варилась грудка, мы ее процедили и теперь забрасываем туда картофель. Порезать тоже довольно-таки не мелко куриную грудку, а мне это дай плавленый сырок. Дружба. Знаменитая дружба. И теперь мы сюда добавляем нашу поджарочку. Вот эту вот? Да. Так вот. Вишь, какая она золотистая, красивая поджарка. Вместе с поджаркой мелко нарубленный плавленый сырок кладем, чтобы он там расплавился. Запахи замечательные. Погружаем их туда. Добавляем туда курочку. Нашу. Погружаем. Погружаем. Вот так вот тоже плавно всю. Ну, о сегодняшнем дне Академического театра, который встретил свой 104-й открыл театральный сезон в этом году. Руководит им главный режиссер Айрат Абушахманов. Возглавляет как директор наш замечательный Иршат Влад Файзуллин. Ну, а главным художником этого театра является наша гордость, потому что свои первые шаги и свое творческое действие он начал у нас в Салавате. Это заслуженный деятель Искусственной Республики Башкорстан, который это звание тоже получил здесь в городе Салават в 2013 году, Альберт Валерич Нестеров. Мы им гордимся. В 2016 году Альберт Валерич за спектакль «Черноликий», за художественное оформление данного спектакля получил престижнейшую премию. Театральную премию. Да, золотая маска. Ну вот уже прошло где-то минут десять, у нас уже картофель, сыр расплавился, видишь, картошка сварилась. Картошка сварилась. И теперь? Теперь мы добавляем дым какой прям. Для пикатности зеленый горошек. Сколько? Ну, я так думаю, наверное, 3-4 столовые ложки. Я думаю, достаточно будет. Перчим. Отключаем нашу плитку и, накрыв крышкой, даем настояться нашему супчику 5 минут. Сырный суп академический. Для приготовления нам понадобится картофель 3 штуки, куриная грудка, куриный бульон 1,5 литра, лук репчатый, морковь, вяленые томаты, плавленый сыр 2 штуки, консервированный горошек 3-4 столовых ложки, паприка, перец, растительное масло. На разогретую сковороду заливаем растительное масло. Затем закладываем на тертую на терке морковь и мелко нарезанный репчатый лук. Обжариваем до золотистой корочки. Добавляем туда же 1-2 чайные ложки паприки. 4-5 вяленых томатов нарезаем соломкой и также погружаем в сковороду. В отдельную кастрюлю заливаем 1,5 литра куриного бульона. В него погружаем 3 картошки, порезанные кубиком. Туда же загружаем ранее приготовленную овощную поджарку. Также крупными кубиками нарезаем отваренную куриную грудку и плавленый сыр и отправляем в кастрюлю. После того, как наш суп закипел, погружаем 3-4 столовых ложки консервированного горошка и перчим. Накрываем крышкой, отключаем огонь и даем настояться 5 минут. Суп готов! Смотрите, как красиво получается! Приятного аппетита всем! Ну и, с вашего позволения, теперь, конечно же, оценим суп-пец. МАЖИТА ГАФУРИ И долгих-долгих лет ему жизни, существования. Чтобы его репертуар продолжал быть таким же ярким, насыщенным. Чтобы он действительно продолжал быть флагманом в театральном искусстве Республики и России в целом. Чтобы он действительно достойно выступал на всех всероссийских международных фестивалях, конкурсах. Чтобы имя нашего театра Республики звучало только с доброй, хорошей стороны. Ну что ж, до свидания, дорогие друзья! До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok